Майкл, для вас неожиданностью стала эта операция российской армии? Нет, почему? Слава Богу, что Россия действует. Я думаю, что и слава Богу... Удивительно. И слава Богу... Не, не, не. Вот что значит выбрать президентом Трампа. Майкл Бом меняет риторику. Женя, я объясню. Время Обамы уже прошло. Эра Майкла Бома начинается. Трамп придет к власти, да? И он готов сдать мирную оппозицию. Он готов даже считать Асада... Мирная оппозиция, это вот фронт Анустру, да, Заленки такой? Он готов наконец по-настоящему мочить Анустру и ИГИЛ. То есть это... И, наконец, может быть, вы отстанете от меня. Может быть... А мы разве к нему пристоим? Я шучу. Нет, все будет хорошо. Трамп уже будет президентом. И мы, и Трамп с Россией будут воевать против ИГИЛа и против Анустры. Но я вам все-таки напомню, что это не Трамп, да? Это российская авианосная группа нанесла удар по позициям террористов. Гитаром мы говорили всегда, что Трамп это наш президент тоже, если даже Майкл уже так резко изменил свою позицию, что мы были правы с самого начала. Как вы говорите, переобуваются в воздухе, да? Судить надо по делам, а не по словам. Две проблемы, две загвоздки. Это имеет отношение как к Трампу, как к Арбаме. Пока они ударов по Анустри не наносили. Первый, Трамп может сдать... Я предыдущий, да. Я предыдущий. Совершенно верно. Умеренная оппозиция наших союзных. Можно. Это легко. Но это не решает проблему, потому что уничтожить, полностью уничтожить, они никуда не денутся. Интересно, да? Вот раньше мы там за нее боролись, лихо, а теперь сдать легко. Когда он сдаст оппозицию, это просто подтолкнет их к этим радикальным силам. Это первый момент. Второй момент. Я просто напомню вам кое-что. Что святое место пусть не бывает. То есть, Трамп сдаст оппозицию, а кто придет на место США? Саудовская Аравия и Катар. То есть, они... Нет финансового... Майкл, 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 Майкл. ...сотореализовательные планы. Саудовская Аравия завязывается... Они поставили оружие им. Чуть меньше, чуть меньше года тому назад. Путин и Обама договаривались о следующем сценарии. Мы вместе бьем по террористам. Мы вместе добиваемся мирного разрешения сирийского кризиса. И выборы под международным контролем. И об этом говорил и Ассад. Он соглашался с этим сценарием. Где шаги Америки? Вы же этот сценарий провалили. Поэтому появился другой. Я не хочу про Обаму. Я хочу про Трампа. Вот. Он 8 лет был вашим президентом. Я думаю, что Трамп смотрит на этот список оружия. И он все время говорил. Я думаю, что он повторил. И он повторил это Путину во время телефонного звонка. Он сказал, молодец. Мы не будем мешать вам. Сделайте свою работу. Замочите ИГИЛ. Доведите ваше дело до конца. Я так думаю. Никто не знает, о чем они разговаривали, кроме Майкла Бома. И Путина, и россиян. Вы же еще не так говорили, что не понимаете. Которые теперь не хочут говорить про Обаму и бесконечно любят Трампа. Вот интересно. Ну, потрясающая ирония. Еще раз спасибо, Майкл. Я когда слушаю вас, я просто восхищаюсь. Я не думаю, что я взял и против. Я просто констатирую факт. У меня два замечания. Два замечания. Первое. Вообще очень странный вопрос. Почему мы там, и почему мы наращиваем там свой военный ресурс. Слушайте. Нас вообще долго нигде не было. Значит, к нашим границам подползали все ближе и ближе. Значит, у нас сегодня соответствующий комплекс развертывает НАТО в Румынии и в Прибалтике. И было ясно совершенно сказано нашим политическим руководством, что мы будем иметь адекватный ответ. Вот один из этих адекватных ответов наше присутствие, в том числе в Средиземном море. Я считаю, что Трамп бизнесмен, он захочет что-то взамен. Что он хочет? Я не знаю. Пять-таки уже несколько раз мы называли средства массовой информации, которые разглядели именно Россию и именно удары по Алеппо. Сегодня это и CNN, и ABC, и Reuters говорят о том, что Россия, та самая Россия и именно в Алеппо. Сейчас мы видим те самые фейки, которые мы тоже имеем в виду, когда говорим о том, что очевидная информационная война, это ведется, конечно же, против России. Кадры, которые будто бы доказывают присутствие России в Алеппо. Это последствия бомбардировок сегодняшних, которые Россия не осуществляла 28 дней. Россия в Алеппо этим не занимается. В этом связи опять-таки промечательно. Важное сообщение поступило от официального представителя российского Минобороны Коношенкова. Он сказал, что заявил, что сообщение, которое сегодня существует, это... Обыкновенная ложь. Обыкновенная ложь. Так сказал Кадры. Да, обыкновенная ложь. Ну и опять-таки традиционно мы уже в некоторой степени, увы, даже привыкли, что ссылаются на ту самую лондонскую обсерваторию, которая видит... Сегодня еще ссылались и на Аль-Джазир. Я против обыкновенной ложи, необыкновенной ложи. Я против этого. Это очень важное заявление, Майкл. Спасибо вам на то огромное. Я против фейков как с американской стороны, так и с российской. Так вы объясните нам тогда, зачем СМИ атакуют? Опять, как говорят у вас в Америке, мейнстрим-мидия просто набросились с новой силой на Россию. Есть объяснение?